Место для встречи выбрали не случайно. Вскоре 7-я Ивановская школа сможет, как и соседи, похвастаться своей образцовой спортивной площадкой. Зал под открытым небом строят с нуля. Впервые за десятилетия она будет оборудована по самым современным стандартам. Здесь была спортивная площадка. Асфальт лежал со времен открытия школы, с 1980 года. Когда рядом в соседних школах устанавливались вот такие красивые площадки, естественно, наша общественность родительская, наш педагог физкультуры, он говорит, Елена Геннадьевна, и наши дети должны заниматься в таких же условиях хороших. Чтобы и в 7-й школе дети тоже занимались в хороших условиях, руководство обратилось в Ивановскую администрацию и к депутатам городской и областной думы. Педагога власти услышали. Учебное заведение включили в нацпроект «Спортшкола-город». Самое главное, что площадка, находящаяся на территории школы, она давно-давно была востребована не только родителями и учащимися коллективом этой школы, она была именно востребована жителями нашего округа. И когда проводила встречи, то неоднократно ко мне обращались. Помогите решить вопрос территории 7-й школы. Нам необходима функциональная тоже спортивная площадка. На функциональной спортивной площадке будет размещаться мини-футбольное поле. Уже скоро установят баскетбольные кольца и волетбольные стойки. Обязательные условия оборудуют зону вордкаута тренажерами. Срок сдачи объекта – середина августа. Данный проект объединяет всех участников образовательного процесса – родителей, учеников, учителей. И при участии депутата городской думы реализуется сначала проект, дизайн-проект, затем все контролируют ход ремонтных работ, и далее мы принимаем объект уже готовым, хорошим, красивым, современном виде. За три года реализации проекта «Современный вид» придали 37 спортивным площадкам. До конца года в четырех ивановских школах отреставрируют спортзалы. На территории девяти учебных заведений обещают установить многофункциональные спортивные объекты на общую сумму более 50,5 миллионов рублей. Владимир Еремин, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Субтитры создавал DimaTorzok